я виктория я знаю что у вас есть свидетельство и мы договорились что вы за свидетельствуйте расскажите поэтому вам слово расскажите как что происходило что было как бог изменил вашу жизнь и как она преобразилась спасибо большое я попала в такую ситуацию в самом раннем детстве как и многие из гомосексуальных людей когда дисфункции в семье они просто разрушали меня что я называю дисфункции своем случае моя мама она была очень неуравновешенная гневная эмоциональная глубоко раненые женщины поэтому так случилось что в общем-то под рукой в нее всегда была я и мне доставалось за все то есть моя целостность и моя ценность планомерно разрушалась если вкратце то в семь лет я была уже очень плотно зависим от телевизора потому что со мной никто не разговаривал в доме акцент вот в 12 лет я уже была махровой пищевой наркоманкой да это продолжалось потом очень много лет и лет наверное 18 19 я уже погрузилась в гомосексуальную среду вот и потом был путь исхода рассказать да конечно да с удовольствием расскажу бог разговаривал со мной на моем языке понятно мне он объяснял мне какие-то моменты объяснял мне причины я наблюдала за людьми которые были ранены точно так же как я и находились гомосексуальной среде очень большой процент девочек и мальчиков которые просто были изнасилованы очень большой процент вот такого жестокого холодного неправильного эмоционального отношения к детям взрослыми то есть это больше для меня это не болезнь детей не болезнь гомосексуалистов а болезнь тех людей которые каким-то образом помогли этому развиться всему вот и господь объяснял мне на том языке который я понимала на языке психологии что происходит с людьми что это допинг я поняла что это допинг для меня я поняла что все все причины можно очень хорошо разложить отследить уяснить для себя и каким-то образом удивительным первый раз бог освободил меня по благодати то есть я сначала получила освобождение и через некоторое время попала в церковь но мне известен и второй путь когда люди получают ну в общем скажем так я проходила второй раз процесс уже восстановительный через некоторое время где требовалось участие служителей и это очень сильно было важно и помогло мне здорово то есть сегодня это все иное все все по-другому увидите мир в других красках да конечно конечно я вижу мир в красках христа мое сердце полно состраданий и любви я скажу что именно после этого второго раза где мне требовалось восстановление я переоценила полностью свое отношение к гомосексуальным людям как это не странно звучит но первый раз после того как я получил по благодати освобождение просто отстранилась я сама устранилась от этого вопроса а уже второй раз пройдя вот все эти ну тяжелые моменты я пережила именно глубочайшее сострадание у меня возникло настоящее понимание как служить людям с гомосексуальным влечением и я развиваюсь просто в этом это не простое служение это часто служение тета тета ну и в общем то все что с этим связано у меня такой вопрос вот мы в первой части эфира тоже говорили про то евгений у нас говорил что вот у меня есть пример есть женщина вот она родилась на у нее там не все пальцы есть на руке вот вот она такой родилась и вот все но я говорю он говорит я возможно предполагаю что может быть такой человек родился с такими наклонностями с таком с таким влечением с гомосексуальным ну вот вот так вот есть и все но в то же время что эта женщина она может всю жизнь прожить так в общем-то ну по большим так так или иначе с переменным успехом но все-таки человек с гомосексуальными наклонностями все если вот он приходит к богу и он как бы понимает что что-то здесь не то что-то мне нужно менять что-то нужно делать с другой стороны также понимает я могу с этим жить и продолжать с этим жить какая какая мотивация что может быть мотивировать человека все-таки меняться все-таки измениться чтобы изменить вот эти вот как я не знаю как это правильно сказать до тягу вот образ жизнь парадигма даже чтобы что было вашей мотивации почему вы не мотивация не остановились вот нам на пути бы знаете когда познаешь христа невозможно остаться в этом состоянии когда один мрак когда нет никакого выхода ну в общем я говорю сейчас банальные вещи но когда познаешь христа ты уже не хочешь ничего другого та любовь которая изливается в сердце она компенсирует все и даже когда есть какие-то колебания внутренние это все равно знаешь что ты даже если ты ползешь что ты постит должен в эту сторону это без вариантов его сердце оно излило такую огромную любовь и принятие что придавать его мне ну мне не хочется хотя бывает разное и не хочется также и громких слов о предательстве бог понимает нас очень хорошо да это правда вот но любовь отца человеку важно пережить любовь отца и тогда все эти процессы исцеления происходят совсем по-другому юлия скажите я правильно понимаю это на ваших глазах все происходило да да расскажите об этом мы вот тоже спрашивали на в первой части эфира как привлечь вот людей с гомосексуалистов да в церковь в то же время не оттолкнуть их там свои реакции своими там часто порой какими-то ну просто незнанием страхом каким-то да который перерастает в агрессию или в пренебрежение в презрение да расскажите как вот как ваша ваша опыта вашу подслужения вашу ну честно сказать века была моим первым опытом и для меня это был целая эпоха потому что я вдруг встретилась с такими людьми я увидела что это ну гиперчувствительные люди это сверхчист тонкие люди это каждый четверть каких-то вот даже то их оттенков речи может их ранить и с такими людьми нужно быть настолько осторожными думать о них о том что действительно если нет любви в сердце таким людям нечего даже подходить потому что они все чувствуют примете на уровне интуиции и я поняла вот вот коренную вещь сказала вообще вот корень всей этой проблемы о чем мы сегодня говорим это то что виктория сказала дети в детстве получают раны раны очень тяжелые от родителей или от изнасилования неважно от чего и это рано приводит тому что человек начинает верить в ложь в какую ложь что он не достоин любви понимаете даже когда ему говорят я тебе люблю я хотела прочитать местописание но является просто основанием для всех этих проблем римлянам 1 глава 26 25 стик они заменили или в одном из переводов написано вот произошла подмена истины божьей лужью и поклонялись и служили тварь и вместо творца который благословен во веки аминь потому предал их бог по стыдным страстям иногда по ним не ребенок конечно не выбирает вот это вот истине подмену до истина на ложь но так произошло в жизни так случилось и дьявол так так сработал в их жизни и вот произошла эта подмена и вот какая подмена то что меня не любят я никому не нужен и даже если люди мне потом будут объяснять что я тебе люблю я знаю как мама мне говорил я знаю как там меня изнасиловали я помню ли как мои друзья ко мне относились там когда я проявлял свои искренние чувства иначе говоря вот эта ложь является основанием потом для построения всей жизни а на лжи ведь ничего не построишь понимаете строится кривое дерево и к этим людям нужен единственный подход их надо любить в тысячи раз больше чем обычных прихожан когда приходит самодостаточный человек и в общем-то он на более-менее как-то социально адаптирован то он может какие-то даже вещи может быть не заметить знаете вот не не так переживать но виктория это особый экземпляр она переживает это ребенок по крайней мере раньше это было она переживала из-за всего понимаете из-за из-за дверь хлопнула и обидно если она не хлопнула и тоже обидно и почему да потому что она в каждом эпизоде видит свое отвержение и это кривое зеркало это раненое сердце который просто вот она просто от как отражает все всегда на постоянно и это раненое сердце лечится только любовью и именно любовь отца я тоже не думаю что тут любовь человека хотя конечно мы являемся проводниками любви божья но прежде всего таких людей нужно вести туда и говорить о том что был наш бог добрый он всегда хорошем настроении он любит таких людей очень много зрители пишут про то что как так служить таким людям часто чаще всего пишут про то что нужно молиться за освобождение это бесы вот бесы выйдут и все будет нормально это так или что эти ночи ну вот храм мне понравилось предыдущей части до томас говорил о том что иисус молился за изгнание установлен фарисеев и религиозников весов дело в том что даже если есть какие-то темные сущности и они действительно выходят ведь дальше нужно эту свободу продолжать нужно же в ней стоять и потому что понимаете само по себе изгнание это только начало это как выметенный дом да да но дальше нужно по человеку помогать а эти люди еще раз говорю оказавшись без своей одежды гомосексуальной они вообще чувствуете обнаженными раньше они хоть бежали к своим друзьям или подружкам а сейчас они оказались обнаженные и в церкви ничего не предлагает кроме там давай вперед служи там убирайся в дупе порядку давай и так далее понимаете все будет хорошо это не заменяет это для них ничего не значит если рядом не окажутся люди вот сегодня это для таких людей виктория потому что около нее много таких вот к сожалению или к счастью людей да понимаете если рядом не окажется человек который будет глубоко пронимать при проникать проблема консультировать и вообще будущее церкви это консультирование сегодняшняя церковь это консультирование глубокое консультирование да да но много с этим досталкивается виктория я знаю что вы служите да таким людям соответственно расскажите про этого в двух-трех словах я знаю что вы даже готовы приглашать их да куда они могут как позвонить обратиться к вам да за помощью за каким-то вопросом да да вот спасибо большое за вопрос я назову сейчас свой номер телефона потом вы можете пересмотреть запись и переписать его 8 9 5 2 3 5 8 6 8 41 это служение проходит как онлайн так точно в этом нет никаких препятствий в плане передвижений вот я готова послужить всем чем смогу у нас есть другие служители вот мы будем очень рады помочь вам если вы хотите двигаться дальше если вы хотите получить освобождение